Добрый вечер! Меня зовут Марцис Гасунс. Я основатель общества ревнителей санскрита. И сегодня я бы хотел рассказать о своем понимании санскрита. У меня есть 20 минут. Санскрит это межгалактический язык. Самый красивый язык, какой я знаю. И без санскрита нет спасения. Когда я 20 лет назад начал изучать санскрит, я думал, что его можно изучить за два года. Следует ли сказать, что я страшно ошибался. И спустя 20 лет я до сих пор знаю санскрит весьма плохо. Преподаю еще хуже. И тем не менее, это лучшее, что у вас есть. Когда Хануман в Сундераканде, в пятой книге Рамайаны видит ситу, он думает, на каком языке ему, обезьяне, можно общаться с человеком. И он не уверен, что сита, женщина поймет санскрит. И Хануман обращается в такой внутренний монолог, и он говорит, значит, подожду я, пока ослабит ракшаси бдительность, мягко утешу тогда ситу, страданием измученную. Телом я очень худ, к тому же обезьяньего рода. То есть это говорит обезьяна. Обезьяна, разговаривающая на санскрите. Заговорю на санскрите, на языке человечем. То есть получается, изначально у санскрита даже нет наименования. Любая речь, вач, это и есть санскрит. То есть самоназвание санскрита, как санскрит, появляется достаточно поздно. Как раз первое упоминание санскрита, как санскрита, оно в рамане. То есть изначально в ригведе санскрит это просто бач, просто речь. Санскритамгаша это совершенная, совершенная речь, это обработанный литературный язык. Индийская культура, она совершенно словоцентрична. Я скажу более того, она вербоцентрична. Именно поэтому восемь лет своей жизни я отдал изучению глагольных корней. Из 820 глагольных корней можно породить 393 тысячи санскритских слов. Санскрит прозрачен, если ему дали, дали лет 15. Он становится понятным и прозрачным. И получается, что в ригведе речь творит провидцев, и провидцы творят речь. Получается такой парадокс. Речь перевычна, она создает вселенную. И риши своим анализом распределяют слова. Они занимаются чем-то похожим на жертвоприношение. То есть изначальное слово они распределяют. И это слово, как изначальный буруша, он разбросан по всему миру. И вот эта изначальная разница между культурой древнегреческой и древнеиндийской заключается в том, что с точки зрения индийской культуры первичное звучащее слово, и поэтому сам термин вьякарана, он вообще не похож на грамматику. А грамматика это про букву. А букв, как таковых, в Индии очень долго нет. И это явление позднее. Изначально даже слова для письменности в Индии нет. Вся терминология, связанная с писцами, она заимствованная у персов. Слово липи, письмо, оно восходит к персидскому дипи. И изначальное слово для написания означает царапать. Ликх, ликхаты, это царапать. То есть, если вы видели бехистунскую надпись, то это клинопись, и она выцарапана в скале. Никто никогда в Индии серьезно не относился к письменным источникам. И поэтому способы записи, тем более красивый способ записи, совершенно вторичный для Индии. То, что мы показывали в стенах библиотеки полгода назад, выставка каллиграфии Деванагари, это что-то совершенно несвойственное Индии. Попытка представить красоту письма, это что-то совершенно немыслимое, потому что письменность совершенно вторична для Индии. А язык совершенно первичен, и вся вселенная выходит из языка. То есть, сотворение речи уподобляется в жертвоприношении. А жертвоприношение – это главное в Древней Индии. И получается, что с одной стороны жертвоприношение, а с другой стороны грамматика. Драматика как веда-вет. Веда нам ведах. То есть, такой мета-уровень анализа. То есть, среди наук грамматика – это первая наука в Индии. Из нее вышли все остальные. То есть, грамматика – это знание о знании. И получается, что если есть одна дисциплина, которая объединяет всю индийскую учебность, то это грамматика. Ты можешь быть философом, ты можешь быть логиком, но ты прошел двенадцатилетний курс обучения санскрита, который выстраивает определенный способ мышления. И вот, собственно, сам термин якаром означает разворачивание. Разворачивание изначально спрессованного знания. То есть, греческая мысль, она вся вертится вокруг письменной буквы, вокруг граммы. А индийская культура, она сперва зашифровывает, для нее краткость – это самый главный критерий, понятность. Совершенно второстепенно важна краткость. Она сперва кратко все это записывает в сутры, а потом из сутры это необходимо запомнить. И запомнив, выучить правила разворачивания из сжатых утверждений обратно в нечто поддающееся пониманию. И вот эта принципиальная разница, она во всем. Санскрит не похож на санскритская грамматическая традиция, не похожа ни на что в мире. И даже если сам санскрит бесполезен с точки зрения современного мира, то изучение санскрита открывает такие грани, которые невозможно открыть иначе. Что я имею ввиду? Если вы возьмете грамматические слова русского языка Андрея Анатольевича Завязника, то вы поймете, что он возник как побочный результат изучения восьмикнижения. То есть, современный русский язык был впервые описан научным способом исключительно благодаря тому, что Андрей Анатольевич в Сарбонии изучал древнеиндийскую лингвистическую традицию. Эта традиция настолько превосходит все остальные известные нам традиции, что она дала возможность породить такое описание русского языка, на основе которого возникло все машинное обучение анализа русского языка. То есть, современный Яндекс был бы невозможен, если бы не было восьмикнижения. И получается, что мы как бы каждый... То есть, никто не рождается с санскритом. Таких санскритян врожденных нету. Санскрит — это язык культуры, который доступен каждому. И вот пройдя этот путь, человек развивает в себе логику и интуицию. Потому что просто логикой недостаточно, будет непонятно. То есть, с одной стороны, нужна грамматика, нужен анализ. Но чтобы потом прийти к синтезу, то есть, когда мы распределили эту жертву, когда мы эти слова разделили, потом нам все равно их надо собирать заново. И тут получается как раз творчество. Вот, собственно, чем занимаются риши, правицы древности? Они занимаются творчеством. Они сочиняют гимны. Санскрит сотворил этих риши, и риши творят санскрит. И получается, что санскрит — это язык парадоксов. Казалось бы, очень долго ничего не понятно. Но та красота, которая открывается после первых 15 лет изучения санскрита, она несопоставима не с одним другим языком. Я хочу сказать, что если у вас есть хотя бы 20 лет свободного времени, то 15 из них я однозначно вложу в изучение древнеиндийского языка. То есть, санскрит красив сам по себе. Не ради чего-то, а само устройство настолько совершенно, что вы совершенно не пожалеете об этом. Всего лишь надо иметь 2 часа свободного времени каждый день в ближайшие 15 лет. То есть, язык не требует большой удачи и больших вложений. То есть, достаточно легко все идет. Немного терпения. И много времени. И много времени. Но разве оно то не стоит? Это интересно. Да. Мне кажется, что это лучшее вложение в времени, какое возможно. Без санскрита нет спасения. Русский язык не вышел из санскрита, санскрит не вышел из русского языка. Но санскрит – это наикратчайший способ активации определенных участков вашего головного мозга. И если у вас есть возможность, то, пожалуй, китайский язык и санскрит – это 2 языка, которыми я посвятил бы половину жизни санскриту, половину жизни китайскому. И тогда вы станете целостным человеком. Вот. И чего я вам, собственно, и желаю. И на этом пути, собственно, мы создали целый ворох разных ресурсов в рамках общества ревнителей санскрита. У нас есть параллельный санскритско-русский корпус. В нем вы сможете найти ригведу, адкарваведу, рамайну, махапкарату в русском переводе и в санскрите. Ну, и я издал около 20 книг по санскриту. Соответственно, я вам настоятельно советую не пренебрегать письменными источниками, использовать бумажные книги, использовать электронные ресурсы. И если не сегодня, то завтра начать изучать санскрит. Потому что, пункт первый, без санскрита нет спасения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ